Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас второе число. Второй день весны. Вот она, весна наша на экране. Так, мы начнем сначала. Так, Мафея Николаевич. Что? Что, что? Здороваться надо. Я поздоровался. Здравствуйте. Это моя группа поддержки и мой содокладчик. Пусть даже не в большой степени. Итак, сейчас, Тимур, ты можешь пока поиграть. Я сейчас серьезную вещь пока людям покажу. Эй, мне не видно будет. А иди в ту комнату. Я позову. Потом будет небольшая лекция моего внука. Итак, значит, друзья, это учеба. Не подумайте, что-то свожу с кем-то. Вот, да. И так, значит, помните, что я получил полный отлуп от Минсельхоза России. И так как мы не враги с Беларуси, а наоборот, родные братья, я отправил Лукашенко. Я даже об этом немножко говорил. Получил ответ. Вчера получил. Вот. Это учеба. Поймите правильно. Я хочу, чтобы вы не попадались на эту же лудочку, на которую попались эти же самые специалисты. Мое выражение было когда-то такое. Набились в этот самый чиновники в эти департаменты сельскохозяйства. Ничего не понимают. Вот. А эти даже не стали доказывать, что понимают, не понимают. Смотрите. Это учеба. Итак. В общем, этот отчет Беларуси уделяет плодоводству. Ну, как он уделяет, мы уже знаем. Вот. Иначе я не стал бы посылать Лукашенко мою книгу и учебные диски. А вдруг, думаю, а вдруг там один. Пусть, а это, я уже Назарбаеву собрался послать. Ну, где-то. Один единственный человек, который немножко понимает. Смотрите. Вот. А это так же, как будто через кальку. Видимо, и в советское время, когда был Советский Союз, то же самое. Отправляли такие же письма под копирку. Итак. Поймите, сейчас смеяться даже будете. Экологические процессы. Рекомендую вами плодоводство, несопоставимое с нашими тростовыми регламентами. Заметьте. Не с природой Беларуси, а с регламентами. Категоричность по отношению к обрезке плодовой культуры для создания искусственной формы кроны, по вашему мнению, это дикость ворожца садит бесмыслица. Так она и есть, кстати. В то же время, внимание, друзья, в то же время, как мировая практика показывает, мировая практика, что грамотная обрезка плодовых культур в комплексе с другими агротехническими мероприятиями позволяет достичь высокого уровня производства плодовой продукции. Здесь обои, вот знаете, к сих пор, как переставшие отношения, даже Беларусь, вроде бы министерства стали не нужны, но и держат зачем-то. Хорошие кормушки. Ни на что не влияют, естественно, никто их не гонит в шею, потому что такое творится в этом садоводстве. Россия и Беларусь, ужас. Так вот, я вам сейчас, не стал я второй лист, там подпись есть, не стал я показывать, я хочу главное сказать, что такое, сейчас скажу, мировая практика. Мировая практика у людей, это так. А, эскимосы, знаете, таких, в оленях шкурах ходят, на противоположном конце планеты, то есть на экваторе, там ходят на бедренных повязках. А? А мы сейчас где-то посередине, вы знаете, что в России, в Беларуси ходят в мехах. Вы знаете, что нам дороже, жизнь-то обходится, у нас, почему мы хуже ещё живём, по одной причине. Ну, они болят не обуви зимой, а мы в зимней. Чувствуете аналогию? Вот, они в лёгкое тело, это зимой в лёгкой там это, а мы в телогрейке, а мы в шубе, если есть деньги на шубу. Вот. То же самое касается мировой практики. Их мировая практика, это Италия, Испания, самое, где ещё колечо деревьев, уже начинается это в Германии. Ну, это там тоже, в основном, привозное всё, с юга. Вот этого они никогда не поймут, что то же самое, что взять, вот, сейчас я вам показывал фотографию, да, некий же до сих пор. Ну, для нас это ещё зима, в марте, в Сибири зима. Вы представляете, если бы это самое, кто-то бы сказал, вы что, с ума сошли? Март, месяц. Ну-ка, быстренько в шортики и в больницу. Так вот, вся больница, больница-палата, это палата номер 6 для вот таких, кто ссылается на мировую практику. И палата номер 6 для деревьев. Они страдают, они болеют. Мы их увечим. Ох, я уже вам показывал, помните, дважды уже ролик, фотографировал ролик там. Именно белорусские это эти саженцы были, у которых штамп-то. Ну, разве можно? Ну, я понимаю, они ни в чем не виноваты. И они просто пошли туда работать, чтобы получать деньги. Они не отвечают за то, чтобы в Беларуси было только свои яблоки и груши. Вот тогда пришлось бы сказать, а что ж такое-то, а? А в Сибири-то растёт, а у нас-то ни черта. А вот в России уничтожены все вишнёвые сады в Европейской России. А вы попробовали это, перенести всё на Беларусь. А кто бы мне из белорусов сейчас бы взял и написал. А там всё завалено вишнёвыми продукциями вишнёвых садов. Вся Беларусь завалена. И Россию ещё везут. Ещё пол России завалили бы этими самыми. Соки, компоты, варенье. Еда у нас вон продают, едовая всё. Но это почему-то с Узбекистана. Вот вам, пожалуйста. Вот эта вот тупость, невежество чиновников, она настолько вопиёт буквально. Ну, помните, я для чего, знаете, вот эту фотографию привёл. Это чуть ли не единственная фотография, где не ваш совет, а просто я боюсь опоздать что-то не сказать. Я сжигаю себя в таких случаях. Когда ещё кончится, всякое бывает в жизни. Вот это мох, это лишайники, это грибы, это всё в сумме. Это, казалось бы, искалеченные деревья. Это северная сторона. Всё это защищено. И деревьями лет по сорок-пятьдесят. И чихать они хотели на ваши эти самые. Если бы это была яблоня, груша, вы бы уже взяли бы, чуть ли не рубанок бы взяли. Потому что попробуются с коблей это всё ставят, этим самым, как учат. Одни учат, правда, просто щётками. А самые ярые учат этими, как они, щётками по металлу, идиоты. И вот, ну, ой, извините, хорошие люди, но не это, которые не ведут, что творят. Вот так правильно. И вот я придумал следующую фотографию, это как бы узелок на память. Вот смотрите, друзья, мы с вами, сколько тут будет? Ну, человек полтораста максимум. Дело к весне. Так, запомним эту цифру. Провожу потом следующий вебинар. А если там будет цифра меньше, значит, мы уже поговорили с Сафроном. Мы завязываем, смысла нет. Вот раз никому не надо. А если всё-таки удержимся хотя бы на полутораста, мы будем продолжать, продолжать и продолжать. Как должен выглядеть вот сейчас этот вебинар, я могу не успеть. Вот. Но какой я хочу предложить следующий? Дело в том, что я сделал сотни фотографий, провёл большую работу, библиотека, фотоаппарат. Я подчёркивал и выносил, видели, отдельные фотографии уже видели, выносил на общее обсуждение приёмы. Там примерно так, если взять очередные 10, один-два полезные, остальные вредные. В сумме садов нет. Вот. Так же, как вот эти белорусы, я вот уверен, что раз они вцепились в эту страшную обрезку, помните, ветку из почки, боковой ветки выращиваем дерево, искусственно, специально, да. Одни растут плохо, другие средние. Некоторые достигают, как у меня, приличного, ну как, не как сиенец, но всё-таки приличного размера. И всё-таки это, всё-таки это боковая ветка по жизни, по генетике, по природе, по программе развития. Вот. И у неё не было, нет и никогда не будет штамба, кроме того, что вы изувечите, а вот эти вот специалисты. Вы понимаете, что они пишут? Это ужас. Высокий уровень производства. У них, я, наверное, не один такой, есть один бланк для всех. Меня же, это, Министерство северного хозяйства отправило в этот, Северо-Кавказский институт. Зачем только, они сами нам не знают. Вот. Поняли, да? Следующие, наверное, я проведу, там будет полсотни, сотни. Я что хочу, поймите правильно. Я экономлю дикое время. Мы выбираем то, что касается садоводства, я за вас выбрал. Я выбрал страницы, которые вопиют. И вспомните, как это. Чтобы рекламировать живицу, надо убедить людей искалечить дерево. А. Летом. Б. Ранней осенью. В. Поздней осенью. Г. Зимой. Помните фотографии моих этих? Рекламных. А это делал солиднейший журнал солидный. Это не шутки. Это не шутки. Сейчас искалечу дерево и пойду искать живицу. Вот. И вот я хочу сделать такую работу. И как назвать? Офередной вебинар. Наверное, он будет следующий. Мы еще посоветуемся. Все это того, как далеко мы продвинемся сегодня. Так. Сегодняшние фотографии. Вот так выглядит это перегной. Ну, трава там. Чистили питомник. Сыпали, сыпали. Получился холмик. Видите, с какой стороны. В это время можно убедиться, где у нас находится юго-запад. Теплый. То есть, бьет лучи сюда. Раз юго-запад, значит, на северо-восток бьет лучи. Вот. Поняли, да? И это вы должны знать. А вот тут вот снег еще долго будет лежать. Это санцепек. И, соответственно, есть два, две климатические зоны. Вот. Я опять сюда потому. Не могу от вас отстать. Поняли? Перед вами на расстоянии один метр две климатические зоны. Учитывайте и учтите это. Подробнее я вам уже расскажу. Почему здесь черная земля? Потому что дерево греется. Так. Правильно. А еще? Штык. Так. Сегодня троечку заработаешь. А то раньше четыре, пять. Ладно. Вспоминай. Дерево приподняло само себя. Здесь холмник. Здесь было ровное место. Просто ровное место. Почему? Это бывший питомник. Лет двадцать назад здесь был питомник. Деревья привил и оставил на месте. Деревья росли. Корни утолщались. И выдавливали землю вверх. Ну, примерно вот так вот. Видите? Вот этого не знает никто. Природа сама себя спасает. Так. Вот спасает. А мы должны помочь ее спасти. Ну, а теперь скажите. Ну, а теперь скажите. Груш очень слабая корневая шейка. Подвой уссурийская груша. Очень слабая корневая шейка. Сколько они еще продержатся. А вы урожай видели? Я показывал в одном из вебинаров. Двух вебинаров. Сумасшедший урожай. Где лежат в нескольких слоев груши. Не считайте, что собраны. Вот. Вот и вся причина. Не, вас научат. Вот эти вот ребята. Вы думаете, они хотя бы это перенимут? Хе-хе, сейчас, ага. Я не стал что-то фамилию дергать. Живи, хотя я бы тебя волил бы. Будь моя воля. Я вообще смотрю на Лукашенко, да? Мужик такого ж типа как я. А я был маленьким начальничком. Но я смотрю манеру разговора. Желание влезть в каждую мелочь. Как он из КАРТа там недавно показывали. Как он по складам лазил. И говорил, что здесь делает? Станок догнивает. А новый не выписали. Правда, у людей все равно денег на это нет. Но все равно приятно слушать. Хозяйственный мужик. А дело в том, что он не знает. У него же это. Ну, в общем, он за все в ответе. Естественно, что чиновники ни за что не отвечают. Станут они его тревожить. Говорят, Железов вам прислал книгу. Надо срочно ее хотя бы для Беларуси. Хотя бы 50 тысяч экземпляров договориться с Железовым. Потому что иначе у нас никогда судов не будет. Ага, дождешься. Ну, кое-что пропускаю. Ну, принцип тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.